После просмотра этого сериала вы станете настоящим экспертом по правилам настольной игры Ganymed. Вы научитесь играть в эту настолку, даже если у вас пока что нет этой коробки. Для начала рассмотрим компоненты этой игры и подготовимся к первой космической партии. В коробку, на которой написано настольная игра Ganymed, автор игры Hope as Hwan положил следующий компонент. Конечно же, правила настольной игры на 9 страницах, которые сегодня будут полностью перенесены на это видео. 4 планшета игроков, что позволяет собраться за столом вдвоем, втроем и даже вчетвером. Также 52 фишки астронавтов в разноцветных скафандрах по 13 фишек голубого, красного, желтого и фиолетового цветов. 30 тайлов действия, включая 4 стартовых тайла, на которых изображены 4 астронавта в разноцветных скафандрах, плюс звездолеты на Ganymede. Также в этой коробке есть 90 карт. 30 карт вот с такой синей рубашкой. Это 30 шаттлов Земли, что позволяет отправить астронавта Земли на Марс. А вот эти карты с красной рубашкой, они отправляют астронавтов с Марса на Ganymede. С лицевой стороны они выглядят вот так. А вот эти серые карты это звездолеты на Ganymede. Также в этой коробке есть 4 кубика репутации. Они абсолютно белые со всех сторон. И вот такой маркер первого игрока. Ну понятно же, что игра про космос, потому что здесь есть Земля, Марс, Ganymede. Здесь есть астронавты в разноцветных скафандрах. Но что именно мы будем делать в этой игре, станет понятно из описания игры. Описание игры. Борьба за покорение космоса уже началась. Вам, как представителю корпорации, предстоит проделать немало работы. Набирайте астронавтов, которые отправятся в космос на поиски планет для колонизации. Вместе с департаментом астрофизики и космологии, департаментом планетологии, департаментом инженерии космических систем, департаментом космической медицины и центром междисциплинарных исследований корпорации ищут следующих специалистов. Астрофизиков в голубых скафандрах, ученых-планетологов в фиолетовых скафандрах, инженеров в желтых скафандрах и космических медиков в красных скафандрах. Первый шаг на пути к освоению Вселенной – перелет на космическую станцию, расположенную на Марсе. Оттуда на Ганимед, самый большой спутник Юпитера, и далее к звездам. Цель игры. Игра заканчивается, как только один из игроков отправляет четыре межзвездные миссии. В космической гонке побеждает игрок, набравший больше всех очков. Подготовка к настольной игре Ганимед начинается с того, что вы должны определить, кто будет первым игроком и получит вот такой вот маркер первого игрока, на котором изображен звездолет на Ганимеде. И автор игры Hope S1 предлагает отдать маркер первого игрока тому, кто последним смотрел научно-фантастический фильм или сериал. Не книгу читал научно-фантастический, а именно смотрел фильм или сериал. Про книгу речь не идет. Так что если вы читатель, а не зритель, вам никогда не стать первым игроком в настольной игре Ганимеде. Продолжаем подготовку. Первое. Поместите планшет игрока перед собой. Положите маркер репутации, кубик белого цвета, на крайнюю левую ячейку трека репутации с символом репутации. Второе. Возьмите 7 фишек астронавтов каждого цвета при игре с двумя игроками и сформируйте из них запас. Возьмите 10 фишек астронавтов каждого цвета, если вы играете втроем. И возьмите 13 фишек астронавтов каждого цвета при игре с четырьмя игроками и сформируйте из них запас. Третье. Выложите 4 стартовых тайла действия в ряд лицом вверх в центре стола. На них изображен 1 астронавт плюс 1 звездолет. Оставшиеся 26 тайлов действия положите рубашкой вверх в виде стопки рядом с выложенными тайлами. Четвертое. Отдельно перемешайте карты шаттлов с Земли и карты шаттлов с Марса и положите обе стопки рубашкой вверх. Откройте и выложите в ряд по 4 карты из каждой стопки. Карты шаттлов с Марса должны находиться над картами шаттлов Земли. Пятое. Возьмите 30 карт звездолетов на Ганимеде, перемешайте и выложите 3 карты лицом вверх в ряд над открытыми картами шаттлов с Марса. Затем раздайте каждому игроку по 4 карты звездолетов. Каждый игрок выбирает 2 звездолета и кладет их рубашкой вверх на 2 специальные прямоугольные области на своем плашете. Игроки возвращают карты звездолетов, которые они не выбрали, обратно в стопку. Все карты звездолетов снова перемешиваются. Сформированная стопка кладется рядом с открытыми картами звездолетов рубашкой вверх. После этого игроки одновременно переворачивают свои карты звездолетов. Все. Мы рассмотрели все компоненты, которые положили в эту коробку, подготовились к первой своей космической партии, а в следующей серии начнем космическую игру. Пока что поставь лайк, если не понравилось. Подпишись на этот канал. В YouTube таком слышишь «Утро Волга» и поддержи канал как можешь. А в следующей серии начнем игру. Вот в эту самую игру.